Джек Гаитянин сыграл эпизодическую, но судьбоносную роль в жизни Тупака Шакура. Их дружба перешла в трагическую вражду менее чем за два года после знакомства. Что же произошло между ними и кто такой Джек Гаитянин? Настоящее имя Джека – Жак Агнант. Он родился на Гаите в 1963 году и происходит из влиятельной семьи с политическими связями и особым статусом в режиме тогдашнего президента Жан-Клода Дювалье. Вплоть до своего свержения в 1986 году Гаити находилась под жестким и кровавым режимом тирании. Сразу после свержения и государственного переворота Дювалье бежал во Францию, а семья Джека в США и поселилась в Нью-Йорке в районе Бруклин. Изначально Джек не владел английским, так как его родной язык французский. Из-за этого он стал объектом местных хулиганов и задир. Со временем он овладел языком и завел друзей на улицы, неоднократно отстаивая свою честь кулаками и зарабатывая уважение. Изначально он и его друзья занимались мелким хулиганством, набираясь опыта и уже скоро занялись различными преступлениями, от грабежей и воровства до торговли наркотиками. Поздние 80-е и начало 90-х ознаменовалась золотой эрой торговли крэком на улицах Америки, где дилеры быстро богатели и делили районы на сферы влияния. В Квинсе он открыл свою парикмахерскую, как прикрытие своих нелегальных доходов. Этот момент отражен в сериале «Нераскрытое» про убийства Тупака и Бигги. Также у него был бар в Манхэттене, где гостями были многие звезды шоу-бизнеса. Одни из них это Майк Тайсон и Мадонна. В 93-м году Джек и Тупак познакомились в Манхэттене в клубе «Октагон». На тот момент за плечами Пака были пару фильмов и успешный альбом. Но он был на слуху больше из-за скандалов в СМИ, так как в 93-м году Пак подстрелил двух копов в Атланте не при исполнении, заступившись за черного незнакомца, которого избивали двое пьяных. Как оказалось, эти двое расистов были копами, которые украли пистолет из комнаты доказательств и улик по другому делу и были под интоксикацией. Таким образом, обвинения были сняты и Тупак был оправдан. Этот поступок сделал его мгновенно в глазах общественности ангелом для одних и демоном для других. По словам Джека, их познакомил общезнакомый, который представил Тупаку Джека, сказав, что Джек Гайтянин – это серьезный тип в городе Нью-Йорк. До знакомства с Паком Джек не был знаком с музыкой, но слышал о скандалах, в которых был замешан Тупак и его отношениях с полицией. С той ночи Пак и Джек начали дружить, посещая ночные клубы и боксерские поединки. Джек упоминает, как Пак был под впечатлением от дорогого коньяка и сигар в вип-ложах, сказав, что это и есть настоящая жизнь. Джек повторял ему, что он мутит дела со своими близкими, не привлекая внимания к себе. Это и есть ключ к успеху. Это полицейский штат, и здесь не любят тех, кто стреляет в копов. Он просил его сосредоточиться на музыке и держаться подальше от криминала. Когда Пак приезжал в Нью-Йорк, то Джек встречал его, и они тусили вместе. Как известно, Гайтянин подарил Паку его первые золотые роликсы. Он же и стал прототипом главного гангстера Берди в фильме «Над кольцом», который снимали в Нью-Йорке, и Тупак использовал этот образ, играя своего персонажа. 14 ноября 1993 года они были в клубе Нелс. Это был клуб в Манхэттене, куда даже звездам порой было сложно попасть. Там Тупака познакомились с Аяной Джексон. А 4 дня спустя она обвинила Тупака и его окружение в изнасиловании. Благодаря своим связям в Нью-Йорке, дело Джека рассматривалось отдельно и было переквалифицировано в менее серьезное, по итогам которого он не получил даже и срока, а делался условным. После этого Тупак заподозрил Джека в сотрудничестве с полицией и в интервью с журналистом высказал недовольство, что судят его одного. Этот шаг был расценен некоторыми как оскорбление. 30 ноября 1994 года, за день до оглашения приговора по делу об изнасиловании, Тупака подстрелили и ограбили в лобби студии Quad Records в Манхэттене, где в ту ночь записывался Бигги Смоус. Более подробные детали в той ночи мы расскажем в следующем видео. По словам Джека, Тупак назвал его в интервью массовкой и окружение гаитянина расценило это как оскорбление, особенно на территории Нью-Йорка. Сам Джек отрицает свою причастность к ограблению и что он считает Пака своим другом, а друзей не заказывают. Но всегда есть один в окружении, который хочет что-то доказать. Он-то и решил взять инициативу в свои руки и наказать Тупака. Джек отказывается называть имя Стрелка, но утверждает, что карма настигла его и он отбывает пожизненный срок за другие преступления. Сам Джек Гаитянин был депортирован обратно в Гаити без права на возвращение в США после перестрелки в одном из клубов в начале нулевых. Он здравствует и вспоминает дружбу с легендой рэпа в многочисленных интервью и по сей день. А режиссер фильма All Eyes On Me про Тупака ведет переговоры с Джеком о том, чтобы снять про него фильм о его жизни. Редактор субтитров А.Семкин